Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 марта и я хочу показать, как выглядят мои ранние посевы, то есть самые-самые первые для получения супер раннего урожая и как они сильно отличаются и почему на основании вот этого наглядного примера вы увидите, почему я рекомендую все-таки для ранних посевов использовать низкорослые толстоногие томаты, потому что их выращивать проще. Вот они посеяны 26 января. Вот смотрите, вот эти томаты, которые толстоножки, они еще даже находятся в одном лотке, но по зарущенной траве видно, что они распекированы давно, они не вытягиваются, у них толстые-толстые такие стволики. И что самое интересное, я уже говорила не раз, вот это сорт Настенька, они позволяют выращивать себя загущенно. Вы посмотрите, какой другой сорт, который не толстоногий, мог бы при такой загущенности иметь такое качество. Такие изумрудно-зеленые листья, такой он прям пышет здоровьем и видно, что он не ущемлен, не угнетен. Поэтому, если сорт не толстоногий, чуть что он начинает истончаться стволик, он начинает тянуться к солнцу, эти чувствуют себя нормально. Стволы у них довольно-таки такие хорошие, толстенькие, все, посмотрели. Теперь тот же, ну короче, тот же день посева, только не толстоногие вот томаты, хотя они не инденты, не индотерминатные. Вот это вот королевские здесь, вот они два, в тот же день посеяны, смотрите, какая разница. Хотя я бы не сказала, что они сильно плохого качества, все равно они немного потянутые, потому что это специфика такая. Если томат не толстоногий, он обязательно будет вверх стремиться, даже несмотря на то, что, я еще раз повторю, что это не индотерминатные. Если бы я посеяла в первую очередь еще индотерминатные, они были бы уже, ну вот такие вот были бы точно. Это королевские, он в нормальном виде, он всего метр, в теплице вырастает метр, ну может быть метр 10, метр 20. И смотрите, какой он вырастает. Но я не скажу, что, я не могу назвать это плохой рассадой, она тоже зеленая, хорошая, все. Но если сравнить с Настенькой, становится сразу ясно, какую рассаду вырастить и содержать проще. Или вот эту, или вот эту, посеяну в один день. Причем эту еще даже я по стаканам только буду сегодня-завтра раскладывать. Эту разложила уже один раз по стаканам давно. Видите, там уже корнище. Сегодня или завтра буду раскладывать ее уже второй раз в больший объем. А та еще все сидит. Она сидит, вот это и есть мои маленькие старушки, которые возраст, уже скоро им будет 2 месяца. Которые выглядят хорошо, аккуратненько, но они уже по возрасту такие старенькие. И вот на этом этапе, если бы я их как высаживала для открытого грунта и в тот период, когда мне нужно, в стандартные сроки, их можно было бы давно уже по стаканам рассадить, они немножко разрослись бы. И вот в таком состоянии их уже можно или в теплицу высадить, или в грунт. Но так как мы их готовим к более длительному пути, то есть они еще будут у меня еще примерно месяц, около месяца. Поэтому я сейчас их еще раз сажу в стаканы, а потом, возможно, буду переваливать в большую емкость. Ну вот, туда же комментарии излишни. Какая рассада более удобна для раннего выращивания? Ну, конечно, это. Она и качественная, и проблем с ней мало, места мало занимает, не вытягивается, не портится, не истончается, не желтеет, ничего с ней не случается. Вот все, это мои самые первые всходы, так они выглядят на 24 марта.